короче я в уфе прохожу механиков ну вернее еще в очереди стою помыл машинку сдал ттн очки блин уже часа три потерял времени ничего чё сделаешь надо было и помыться обязательно механики надо пройти если мимо проеду будет кирдык очень тут пока делать нечего решил заняться одной штукой антенна что-то стало плохо ловить вот у нас вот так получается разбирается и вот здесь контакт слабый то есть вот зачищаете до металла и ставите антенну обратно масса у антенны если плохая то рация начинает плохо ловить там с завода получается как все покрашено и ничего не зачищена пусть массы нету ни хрена я очень зачистил сейчас обратно тену поставлю посмотрим дороги насколько будет лучше ловить парни всем привет шагаем от пензы сторону тамбова вообще двигаем на воронеж сегодня у нас понедельник в общем субботу отдал алексея то есть пересадил его на машину которая идет на красноярске пошагали они сторону дома вот я соответственно воскресенье заехал прошел механика в уфе уфимским механикам большой привет респект вчера зашел регистрироваться там но механиком парни старший механик я не помню как зовут мальчишку не знакомился лично говорит чё как дела деньги косишь ну типа с роликов ну то есть узнал видимо ролики посмотрел не знаю подписчик не подписчик подписчик не подписчик но видимо хотя бы несколько роликов смотрел приз узнал меня сейчас мы горит тебя проверим насколько ты там готов прохождению механиков все нормально короче опять без замечаний то есть за всю свою работу в делка я прохожу уже механика в третий раз два раза проходил в уфе вот в феврале и вот сейчас ну и соответственно один раз я проходил челнах на бассей на старой базе еще в принципе все пучком хорошие новости есть есть и плохие начнем с плохих потерял 6 часов времени в уфе и уже соответственно сегодня до 8 вечера не успеваю в воронеж разгрузиться ну и соответственно не успеваю к среде попасть в челны вот из хороших новостей опять у меня получилось перезаписаться на следующую среду свое место я получается вот на 21 число отдал коллегни с воронежской ой с волгоградской колонны саша тебе привет в общем жду от тебя новостей когда пройдешь чему там научат не научат в общем моя очередь в любом случае просралась как бы парнишка как раз Саша вот будет где-то во вторник выгружаться там в челнах что ли или где-то в общем будет в челнах в общем я ему позвонил я говорю Сань давай в среду там как-нибудь подгадай туда-сюда он говорит блин у меня опять как раз ТО я говорит машину загоню на ТО а сам тогда пройду курс в общем сегодня вот мы с ним вчера это обсудили сегодня вот позвонил он перезаписался вместо меня все короче контакт поддерживает думаю что завтра там уже сто процентов ему скажут во сколько у него будет обучение что там что надо что не надо и так далее вот ну а мы опять будем стараться с нашей логистки договориться пройти курсы комобождения уже в следующую среду то есть нам сейчас как-то надо постараться за Урал уже не переезжать чтобы она нас баночка не загрузила на Иркутск надо здесь покататься такие пироги в общем блин не знаю как с моей логисткой вообще уже разговаривать по хорошему не получается я уже устал с ней договариваться сначала записался на 12 число потом она машину пригнала в Красноярск только 9 ну как я могу с 9 до 12 доехать до Челнов я перезаписался на 16 число она меня давай с Красноярска грузить не сразу там на запад отправила меня в Лисосибирск еще короче я на выходные застрял в Лисосибирске соответственно я в понедельник 13 по-моему или какого там да 13 а 12 числа я перезаписался на 16 число с 16 числа я перезаписался опять на 21 потому что я по-любому не успевал и вот опять она меня гонит не туда куда меня нужно отправила меня с Кургана на Тобольск с Тобольска на Воронеж ну неужели нельзя было на Нижний куда-нибудь отправить то есть эту крошку возят по всей России Москва, Нижний, Казань отправила на Воронеж ну и соответственно вот я пока прошел механиков потерял 6 часов времени пока туда-сюда все я короче ни хрена не успеваю вот ну сейчас перезаписался на 28 слава богу место там еще было одно но я уже конечно вот эту Екатерину которая вот этим всем экономовождением записями рулит я уже ее короче по ходу достал вообще но блин тут как бы вина не моя вина логиста которому на мои желания и потребности главное чтобы ей было комфортно вот хорошие новости подключили мою машину к системе Scania Fleet System Scania Fleet System Management вот как то так думаю правильно или Management System ну и ну и взяли получается меня на коучинг вот сегодня короче скинули мне ссылочку я зарегался скачал приложение вот зашел в программу посмотрел получается там есть 6 параметров по которым идет оценка это превышение скорости это накат холостой ход то есть это ну сколько машина гудит на холостых да потом получается использование круиз-контроля предвидение и прохождение горной местности 6 параметров вот у меня получается хромает круиз хромает превышение ну и получается не дотягиваю я до B даже то есть C у меня показатель это холостой ход но это вчерашний день я как бы много там по базе крутился то на мойку стоял то туда сюда то есть как бы это можно сказать не в рейсе я думаю что за сегодняшний день у нас показания будут немножко другие ну и как вот я в общем теперь решил пользоваться круиз-контролем поговорил сегодня со своим инструктором он мне так немножко в двух словах накидал что влияет что не влияет вот поэтому сейчас короче мы используем круиз вот Саша сказал что на расход топлива это особо не влияет но смотря конечно в какой местности едешь в горы она на круизе конечно едет гораздо лучше это чувствуется вот вот и когда идете на круизе накат он не учитывает то есть надо круиз отключать вот смотрите нижнее видите девяносто шесть пускло горит вот когда я отключаю мы просто катимся тогда получается вот он учитывает вот расход подскинули после Урала у нас в общем от Тобольска мы дошли до Кургана у нас был в принципе двадцать семь с копейками ну прямой участок вот как только мы на Кургане свернули в сторону Челябинска у нас поднялся такой жесткий ветер ну и в итоге короче до Урала я его поднял двадцать девять даже там что-то и семь или двадцать девять и девять что-то такое было ну до тридцати за Урал он у меня поднялся до тридцати одного и семи тридцать один и семь у меня было вот пока прошли механиков пока туда-сюда суфы тронулись тоже у нас был жесткий ветер то есть такой как бы я не знаю сколько метров в секунду но МЧС присылала рассылочку в общем я до девяти проехал у меня расход начал увеличиваться уже практически сразу я в общем его догнал до тридцать два и семь это моя норма по этому рейсу по моему тоннажу в общем дальше я не поехал в девять вечера встал на стояночку ну и соответственно с утра пораньше встал уже как бы вот сегодня двигаюсь ветерок уже поменьше вот я получается до пензы его скинул до тридцать два и два вот ну и сегодня уже как бы пользуюсь круизом и стараюсь больше наката чтобы у меня было чтобы я был в А категории и по накату стараюсь не превышать сегодня скорость чтобы у меня была та же оценка А за превышение скорости ну и соответственно холостой ход в общем завтра посмотрим сегодняшние результаты что там у нас покажет на чё надо акцентировать своё внимание над чем надо работать вот ну за вчерашний день у меня много холостого хода мало наката и много превышения скорости много холостого хода потому что был на базе мало наката потому что ехал против ветра машина не катилась вообще прям вот только газ отпустишь всё не едет вот поэтому парни вот в предыдущем ролике да вот по бердюшке я ехал я озвучивал да что пока у вас прямая пока идеальные условия нету ни снега ни дождя старайтесь максимально сэкономить топливо вот чтобы был запас для следующего рейса вот то есть он мы получается с Тобольска до Кургана дошли 500 км там где-то 490 по моему вот у нас был запас около 5 литров вот сейчас получается за последнюю тысячу километров он у нас вырос то есть запаса уже практически нет 32,2 ну то есть сейчас получается пол литра всего запас у меня вот если не дай бог что-то пойдет какой-то дождь там снег ветер поднимется опять допустим то соответственно цифры будут увеличиваться нам надо по этому рейсу вложиться обязательно чтобы получить добавочку 30 копеек потому что у нас уже вот больше двух тысяч мы проехали 270 у нас рейс вот на данный момент да и нам еще херачить километров 300 соответственно надо вложиться в норму потому что минимальная ставка если я не вложусь в норму у меня будет 3,70 за этот рейс вот если я вложусь в норму то она у меня будет 4 рубля за километр ну вот как-то так поэтому пока есть возможность поднапрягайтесь экономьте вот чтобы у вас в горной местности и плохих погодных условиях ветер, дождь, снег и так далее и тому подобное чтобы у вас был запас определенный ладно парни вот у нас что-то там тучки какие-то идут блин хоть бы дождя не было так неохота машинка чистенькая у нас прям глаз радуется ну вот что если будет дождь значит у нас расход еще поднимется подрастет ну вот здесь получается парни холмистая местность то есть как бы вот и стараюсь больше наката даже если у меня скорость немножко он теряет то есть мне нужен этот показатель я хочу посмотреть вот насколько у меня будут завтра цифры показывать наката за сегодняшний день ну и по поводу превышения скорости то есть как бы вот надо понимать сколько можно раз допустим там раскатывать его больше 85 там перед подъемом и так далее то есть вот сегодня я экспериментирую с завтрашнего дня у нас уже нет права на ошибку с завтрашнего дня начинается конкурс по вот этой системе Scania Fleet Management System поэтому будем короче месяцок сейчас напрягаться ну я конечно не рассчитываю на айфон одиннадцатый ну хотя бы в десятку если войду лучших я считаю что это уже какая-то победа внутренняя то есть не последний как говорится водитель буду в делка давай давай работай ладно парни всем пока всем удачки ставьте лайк подписывайтесь на канал всем привет привет передаю Уфе механикам нашим коллегам особенно тем кто ко мне подходил с воскресенья человека 4 точно подходили именно узнали привет привет познакомились постояли поболтали ну и соответственно передаю им отдельный привет ну и вообще всей Башкирии Пензе Сереге с Пензы отдельный привет Тамбову для которого нам осталось 185 км Воронежу куда мы едем ну и вообще в принципе всем подписчикам всем кто поддерживает все кто ставит лайк комментирует ну и вообще в целом смотрит мой канал очень благодарен всем спасибо всем удачки пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok